В эфире «Панорама Севера» в студии Елены Гончарова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доклад уполномоченного по правам человека в Арханельской области Любови Анисимовой об итогах работы за прошлый год народные избранники заслушали в самом начале сессии. За 12 минувших месяцев в службу омбудсмена поступило свыше 11 тысяч обращений жителей Поморья. Основная часть жалоб касается нарушений прав человека в сфере ЖКХ, вопросы транспортной доступности и обеспечения. Кроме того, в последнее время остро стоят проблемы своевременной выплаты зарплаты и общего соблюдения трудовых прав. Это, я думаю, такое, можно сказать, пособие для исполнительной власти, всего чиновничего людо, которым адресуется, для, в том числе, законодательной власти, контролирующих органов, потому что там все сфокусировано, можно сказать, вся человеческая боль. На сессии была принята законодательная инициатива для Государственной Думы России, подготовленная архангельскими депутатами. Она касалась запрета на продажи так называемых алкогольных энергетиков. Мы обращаемся к Государственной Думе, чтобы они ускорили рассмотрение этого законопроекта, поскольку мы обратились законной инициативой после отмены Верховного Суда, мы обратились сразу в Государственную Думу. И до сих пор он находится на рассмотрении. На рассмотрении также оказалась инициатива в Государственную Думу от Законодательного Собрания Калужской области. Народные избранники из средней полосы России внесли законопроект о дополнительных мерах безопасности на дорогах для детей в темное время суток. Мы поддерживаем инициативу депутатов Калужской области и выходим на Государственную Думу с предложением внести корректировки в правила дорожного движения, где мы обязываем родителей и все соответствующие организации снабдить детей вот этими светоотражающими элементами. Предполагается, если законопроект будет поддержан и принят в Государственной Думе, родители обяжут использовать светоотражающие элементы на верхней одежде детей. Также это будет касаться детских колясок и велосипедов. Виктор Кузнецов, Руслан Симушин, Панорама Севера. Не менее важная проблема – состояние дренажно-ливневой канализации в Архангельске. В каких-то округах города она работает исправно, а жители других вам скажут, что ее попросту нет. И будут правы. Ведь ливневками оборудованы только 40% территории города. В чем причина такого положения дел и каковы последствия, рассказывает Артемий Заварзин. История Архангельской ливневки началась в 1930 году. Тогда коммуникации были проложены в центральной части города. В течение десятилетий Архангельск развивался и застраивался. Но во многих микрорайонах сети дренажно-ливневой канализации не были соответствующим образом модернизированы. А в ряде мест и вообще не построены. Эхо неправильных градостроительных решений слышно по сей день. Снега копится очень много. И когда начинает таяние, вот вы видите, стоят какие лужи. Лужи, конечно, стоят не везде. 40% территории Архангельска ливневку все же имеют. Но при общей протяженности сетей почти в 200 километров, 100 находятся в аварийном состоянии. Требуется их срочная замена. Особенно в весенний период, когда происходит замораживание, оттаивание, вода попадает, разрывает и покрытие разрушается. Естественно, что водоотвод должен быть. Другое дело, что он может быть поверхностным водоотводом. То есть решаться, что вода уходит куда-то в сторону от дороги, бывает. Ну и либо ливневая канализация, которая тоже должна содержаться и очищаться. Это, естественно, нормальная работа по содержанию, которую надо проводить. Километры ливневки находятся в ведении муниципального предприятия Архкомхоз. Оно регулярно проводит работу по очистке сетей. Ее периодичность зависит от размера труб. Чем меньше диаметр, тем чаще необходимо вмешательство специалистов. Аварийные же сети предприятие прочищает 2-3 раза в год. На сегодняшний день у нас прочищено по городу с начала марта 83 пролетов. Очищено 23 дождеприемных решетки и прочищено около 53 колодцев. Из-за болезненного состояния ливневой канализации продолжение жилищного строительства в городе невозможно. А эффективность дорожного ремонта сводится к нулю. Правда, на улице Вуучейского картина иная. В ходе строительства магистрали проведена полная вытрафовка грунта. Заменены коммуникации. Мэр Виктор Павленко принял решение не размазывать средства тонким слоем на все дороги, требующие ремонта, а сосредоточить их на одном важнейшем объекте. Опыт строительства автомагистрали Набуучейского заинтересовал и глав городов Центра и Северо-Запада России, которые в ноябре посетили Архангельск. Конечно, то, что было, скажем, каких-то 6-7 лет назад, когда по центральным улицам, даже по Троицкому проспекту нельзя было проехать, то сейчас многое сделано. Но многое еще предстоит сделать. Поэтому для этого нужно работать еще много. И работу по решению дорожного вопроса мэрия Архангельска продолжает. Уже разработан проект модернизации дренажно-ливневой канализации. Он предусматривает восстановление, строительство сетей и ремонт магистральных коллекторов. На реализацию проекта необходимо свыше 200 миллионов рублей. Их можно было бы предусмотреть в программе развития Архангельска как областного центра, синхронизировав работы по прокладке ливневки с ремонтом дорог. Но пока работу программы областное правительство не восстановило. А значит, Архангельск рискует превратиться в эпицентр коммунальных проблем. В заключении выпуска информация о курсе валют. Сегодня в столице Поморья открылся первый медицинский форум «Беломорские зори». В этом году в центре внимания его участников актуальные вопросы врачебной практики. Самое главное для специалистов – обсудить новейшие достижения медицины и поделиться опытом с коллегами. Сокрушительный удар для нервной системы. Так медики называют инсульт. Нейроны головного мозга гибнут, и человек теряет способность, например, правильно говорить. В рамках медицинского форума «Беломорские зори» российские ученые представили уникальную разработку, удостоенную государственной премии правительства России – препарат, который продлевает жизнь нейрона. Чем нейрон отличается от других клеток? Он очень зависит от энергии, от кислорода, от глюкозы, которая поступает. Субстанция нашего препарата, она помогает в этих критических состояниях пережить этот период, спасти клетку, спасти головной мозг пациента. Медикаментозная поддержка больных – одна из десятка тем Конгресса. Терапия и кардиология, педиатрия и неврология. Вопросам реабилитации особое внимание. Россия в лидерах по смертности от инсульта. Реабилитологи из Санкт-Петербурга расскажут на форуме о своем опыте выхаживания самых тяжелых больных. Последнее время нам на помощь пришли инновационные технологии в виде робототехнической реабилитации. В течение двух лет, пока стоит у нас это оборудование и работает, результаты, можно сказать, потрясающие. Намного повысился уровень восстановления пациентов. Почти четыре сотни участников, как уже практикующих врачей, так и студентов-медиков со всей Архангельской области, прослушают лекции в рамках форума. Прочтут их ведущие профессора клиник Москвы и Петербурга. Оказание качественной медицинской помощи напрямую связано с уровнем подготовки специалистов. Подобные форумы – реальная альтернатива постдипломной подготовке врачей. Сегодня знания очень меняются. Примерно 30% меняются за пару лет. И поэтому требуется постоянное их обновление, сверка своих результатов с международными тенденциями. Это будет учитываться с 2016 года при проведении аккредитации врачей. Сегодня мы обсуждаем и маршрутизацию, и дистанционную передачу информации. Это всё сказано и на качестве лечения, в первую очередь и на качестве жизни, и продолжительность жизни наших северян. Завтра работа форума продолжится. В центре внимания, среди прочего, будут инфекционные болезни, гинекология и лабораторная диагностика. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Дни 21 и 22 апреля правительство Архангельской области полностью посвятило взаимодействию с муниципальными образованиями. Об этом заявил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Орлов. В эти дни правительство Поморья впервые проведёт для представителей местной власти День открытых дверей. Главам районов, городов и поселений области будет предоставлена возможность прямого общения с руководителями областных министерств, департаментов, агентств и инспекций. 22 апреля представители органов местного самоуправления будут работать на съезде Ассоциации Совет муниципальных образований Архангельской области. Глава региона отметил, что руководители органов исполнительной власти должны проявить максимальное участие во всех мероприятиях Дня местного самоуправления. Поводом для сегодняшней темы дня послужила дата – Всемирный день экологических знаний. Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения. Как жители Архангельска оценивают ситуацию с экологией в нашем регионе? Об этом в вопросе Инги Швецовой. «Плохая. Посмотрите, какая грязь везде. Везде собачки, где хотят там выгуливать. Ни площадок, ничего им нет. Ведено им даже хоть бы что. Не нравится». «У нас очень плохая ситуация. Купаться в реке нельзя. Вода грязная. Комбинаты эти все выбросы дают». «Экологию, ну как сказать, хило. Хотя сейчас нынче легче стало. Более улицы чистые стали. Поэтому экология начинает возрастать и к лучшему. Только надо народ научить правильно соблюдать экологию». «Грязный, воздух грязный, леса вырублены, вода очень грязная. Но все загрязнено». Как только люди начинают осваивать новые земли, они мало-помалу загрязняют окружающую экологию. Можно ли остановить негативные воздействия антропогенных факторов на окружающую среду? Об этом спросим эксперта рубрики «Тема дня», заведующую кафедрой географии и геоэкологии Института естественных наук и биомедицины САФУ Натальи Бызову. Наталья Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы расспрашивали архангелогородцев, каково с их точки зрения состояние экологии нашего региона. А вы как специалист в этой области можете оценить экологическое состояние Архангельской области? На сегодняшний день, оценивая экологическую ситуацию, мы с вами видим, что 75% населения живет в двух промышленных узлах. Это Архангельском и Котловском. А следовательно, концентрация населения на небольшой территории приводит к экологическим проблемам. Эти экологические проблемы связаны с тем, что воздействие на природу в таком незначительной по площади территории, а у нас города занимают около 1% площади Архангельской области, на которой проживает 75% людей. Поэтому у нас возникают проблемы с атмосферным загрязнением, потому что имеются промышленные предприятия. У нас возникают проблемы со стоками, у нас возникают проблемы, связанные с бытовыми и промышленными отходами. Кроме того, если мы будем говорить о в целом воздействии на природные комплексы Архангельской области, то наиболее измененные у нас все-таки это лесные комплексы, потому что в течение многих веков леса пройдены многократными вырубками. И если мы с вами оцениваем это, мы должны, во-первых, оценивать степень еще раз воздействия и время воздействия и состояние ландшафта. А так как мы находимся на севере в экстремальных условиях, то любое воздействие необдуманное от человека приводит к экологическим проблемам. Наталья Михайловна, а как вы считаете, за последнее время увеличилось антропогенное воздействие на природу, на экологию? Промышленный прогресс не остановить, и каждый год он приносит свои плоды. Но разумное, уважительное отношение к природе может решать эти проблемы. Ну а последние десятилетия мы с вами живем, так скажем, в смутное время, когда у нас происходят изменения в социально-политической обстановке, и это дополняет экологические проблемы. Поэтому для решения проблем мы должны сначала принять законодательную базу, мы должны иметь достаточную научную информацию о той природной среде, в которой мы обитаем, ну и в этой среде должны работать кадры, которые имеют достаточное образование для решения современных проблем. Наталья Михайловна, а скажите, можно ли остановить процесс негативного влияния на природу? Давайте поставим этот вопрос разделен на две части. Воздействие на природу мы остановить не можем, потому что человек в ходе своей жизнедеятельности все равно будет жить в среде и оказывать на нее влияние. А вот как он будет это воздействовать, это зависит и от культуры, и от уровня знания, и от научной базы, которая на сегодняшний день обладает человечеством. Поэтому научные исследования, мониторинг окружающей среды, квалифицированные кадры и современная законодательная база, она может как-то скорректировать негативное воздействие. Вот как раз о кадрах. Как молодежь вообще относится к специализации эколог? Вы знаете, у меня такое ощущение, что сегодня все экологи. Потому что проблемы экологии волнуют всех, и все их обсуждают. А вот высококвалифицированные кадры, которые могут решать на научной современной основе проблемы, у нас готовятся в Северном университете, начиная еще со времен Поморского университета. На сегодняшний день в связи с новым законным образованием мы имеем три уровня подготовки экологов. У нас имеются бакалавры по направлению подготовки экологии и природопользования. У нас есть магистратура с магистрской программой экологические мониторинги. У нас есть аспирантура, которая готовит специалистов по специальности геоокология. Таким образом, у нас здесь на Севере создан комплекс, который может подготовить высококвалифицированных специалистов. У нас в студии была заведующая кафедра географии и геоэкологии Института естественных наук и биомедицины САФУ Наталья Бызова. Продолжает выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. По данным декларации, опубликованных на официальном сайте Совета Федерации, сенатор от Архангельской области Константин Добрынин имеет личный доход более 20 миллионов рублей в год. Личный доход сенатора Людмилы Кононовой в прошлом году составил около 2,5 миллионов рублей. Заработок главы региона Игоря Орлова в 2013 году составил чуть более 2,5 миллионов рублей. Сроки действия рецептов, они остались теми же. Значит, увеличилось то количество препаратов, которые мы можем выписать на одном рецепте. То есть, пациент может реже приходить в нашу поликлинику за выпиской рецептов на сильнодействующие, обезболивающие препараты. Это пациенты, которые страдают хроническим болевым синдромом, чаще всего при злокачественных новообразованиях. Юные артисты хореографической студии Малого Северного Хора стали дипломантами 15-го международного фестиваля детского, юношеского и молодежного творчества «Союз талантов России». Фестиваль прошел в Сочи при поддержке правительства Российской Федерации. Студийцы Малого Северного Хора в номинации «Народный танец» показали знаменитую барыню. Это первый международный диплом в копилке Малого Северного Хора. В областном театре драмы имени Ломоносова состоялся концерт популярной музыки «Весь мир – любовь» в исполнении инструментального ансамбля «Маэстро». «Маэстро» создан в октябре 2011 года. Несмотря на свою молодость, коллектив уже успел завоевать любовь многих слушателей, приобрел своих верных почитателей. Музыканты в своем творчестве совмещают несколько жанров – хореографию, песочное и световое шоу, популярную классическую эстраду. Если бы я был мэром Архангельска, что бы я сделал в первую очередь? Наверняка каждый житель столицы Поморья хоть раз дозадавался этим вопросом. Узнала ответы горожан и наша съемочная группа. Если бы я была мэром Архангельска, я бы построила огромный парк для того, чтобы можно было гулять с детьми, просто проводить как-то время вечером. Я считаю, в Архангельске не хватает зелени. Типа Петровского парка, только больше, чтобы было побольше скамеечек, развлечений, каруселей. Было бы интересно реконструировать существующий автовокзал, сделать его более современным, удобным. Если бы я была мэром города Архангельска, я бы первым делом построила дороги в нашем городе, желательно во всем. А также можно построить цирк, восстановить. Потому что это весело, и когда-то он был, теперь его нет. Это грустно. Я велолюбитель. Если бы я был мэром города, я бы сделал велодорожки везде. На набережной, на Троицком, на Ломоносово, везде. Потому что, ездя по городу, машины мешают. Если бы я была мэром, я бы реконструировала нашу набережную. Я представляю, как статуи, что-то красивые, фонтаны. Досуг детей, наверное, больше. Детей, вот именно дошкольного, младшего школьного возраста, вот на это больше как-то уделить внимание. Ну, может быть и музей, может быть, как вариант неплохой. Ну, допустим, организация даже каких-то праздников для детей, дни рождения, там, день именинника, еще что-то вот в таком плане. У нас, вот, допустим, я живу в районе Соломбола, вообще нет ни одного детского кафе, где бы мы могли куда-то сходить с ребенком в выходной день. Надо постоянно выбираться в город. Или, допустим, на ледовую площадку тоже постоянно выезжать, бассейн. Вот то, что бы хотелось для детей, для их развития именно физической подготовки. Дарить подарки детям – приятная миссия. Новодвинская гимназия приняла активное участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей, которые находятся на лечении в детском отделении химиотерапии областной больницы. Прочитав информацию об этой акции в социальных сетях, гимназисты не остались равнодушными, рассказывает Нина Стадульская. Горы настольных развивающих игр, концтоваров, наборов для творчества, детских игрушек, пазлы. Эти подарки для ребят из онкоотделения областной детской больницы собрали отзывчивые ученики Новодвинской гимназии вместе со своими родителями и педагогами. Мама хорошо отреагировала, одобрила этот вариант и все, мы купили игрушки для детей. Я ходила специально, покупала, потому что нужно было приносить только новые вещи, потому что если попадут какие-то бактерии, то дети могут заболеть. Педагоги и ученики Новодвинской гимназии всегда рады и готовы помочь нуждающимся. По возможности они стараются участвовать в различных благотворительных акциях. Уже не раз они собирали игрушки и книги для Новодвинского приюта. Оказывали помощь собачьему питомнику в Катонино. Собирали вещи для бездомных людей одного из архангельских центров. Теперь новая миссия – помощь детям из онкоотделения. Инициатива, скажем так, не моя. Это было сообщение в социальных сетях, сообщение с очень трогательной просьбой помочь собрать игрушки для детей онкологического отделения, областной больницы. Большая очень благодарность тем, кто помог нам. Почти все классы приняли участие. Очень много родителей, очень много просто посторонних людей, которые узнали об этой акции. Приносили игрушки, приносили разукрашки, раскраски, фломастеры. Очень много вещей. Все подарки были бережно упакованы в пакеты и переданы в детское отделение химиотерапии областной больницы. В минувшие выходные в Лиминском доме культуры Котловского района в 13-й раз прошел конкурс творчества детей с ограниченными возможностями УМКО. Несмотря на свой недуг, каждый из этих ребятишек талантлив. В этом убедилась съемочная группа Котловского телевидения. Кто-то из этих малышей плохо слышит, другие не слышат вовсе. Некоторые страдают заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата. У кого-то сахарный диабет или проблемы со зрением. Но несмотря на недуг, который отнес ребят в категории с ограниченными возможностями здоровья, всех этих мальчишек и девчонок объединяет любовь к творчеству. И своими талантами они готовы делиться со всем миром. Именно поэтому таким ярким и красочным получился праздник. В нем приняли участие более 200 юных дарований из Котлоса, поселков Шипицыно и Вычигодский. На этот концерт я приезжаю не первый год. Я всегда смотрю с большим удовольствием. Дети очень непосредственные. Они так читают стихи. И все, чего бы они ни делали, они все делают от чистого сердца. И очень-очень приятно смотреть. Детские выступления всегда трогательны. Но когда маленькие артисты, с детства познавшие, что такое инвалидность, заявляют с большой сцены о своем мужестве, таланте, стремлении преодолеть барьеры, безучастным не в силах остаться ни один зритель. Ой, номер две девочки-сестрички, когда говорили стихотворение «Сестра». Вышли две девочки, одна на инвалидной коляске, а вторая рассказывала стихотворение, но просто рыдал, мне кажется, весь зал. Главный плюс этого конкурса в том, что он помогает детям раскрепоститься, поверить в себя. Ведь финальному выходу предшествуют длительные репетиции, волнения, страх и преодоления. Для одних это первый шаг, первый импульс к творческому развитию. Эти конкурсы нужны для того, чтобы дети выступали, радовались. Главное – участие, а не выигрыш. Я бы всем детям поставила пятерки за их трудолюбие, терпение, за их усидчивость, за их желание выступить, за то, что они решились на это. Распределение мест было символичным. Дипломы и подарки получили абсолютно все участники конкурса. 2 мая в Архангельске пройдет главное спортивное событие весны – 69-е майская эстафета. Школьные команды начали подготовку к ней с началом учебного года. Конкуренция обещает быть острой, тем более, что год назад традиционные фавориты легкотлеты 28-й школы уступили пальму первенства и в забеге девушек, и в соревнованиях среди юношей. У вас в этом году некие реваншистские настроения есть? С большим настроем, может быть, подходите? Позлее немножко? Да, конечно, все время. Как называется-то? Больше тренируемся, сильнее стараемся. Самому охоту уже победить. Последний год все-таки 11-й класс. Подробнее о том, как готовятся претенденты на победу в майской эстафете, мы расскажем в программе «Спорт тайм». Она выйдет в эфир в четверг в 19 часов на канале ТВ-центр. Телеканал ПС всегда на пике городской жизни. Только на нашем канале смотрите прямые трансляции самых интересных и актуальных событий. 17 апреля в пятницу в 18 часов на канале ПС смотрите прямую трансляцию юбилейного концерта детского образцового хореографического ансамбля «Россиянка». Художественный руководитель Елена Киселева. А сегодня, сразу после информационной программы «Панорама Севера» на вопросы телезрителей в прямом эфире ответит Ян Кудряшов, директор департамента градостроительства мэрии города Архангельска. Тема – новый архитектурный облик Архангельска и переход от устаревших объектов к многофункциональным центрам. Что стоит за градостроительными решениями мэрии и расселение из ветхого жилья в новые жилые комплексы? Звоните. Телефон прямого эфира 639 717. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 17 апреля доллар США 36 рублей 8 копеек, евро 49 рублей 89 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». Далее прогноз погоды от ЮНИСа. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте, с вами ЮНИС и прогноз погоды на телеканале ПС. Про нее немало песен спета и немало сложено стихов. Будоражит разумы поэтов, композиторов, чтецов. Но бывает в душу незаметно и к тебе тихонечко скользнет. И комочком теплым в сердце ляжет и спокойненько уснет. И с того момента неспокойна будет кровь. Ведь пригрел ты в своем сердце маленькую нежную любовь. Ох уж эта весна. Ну что ж, узнаем, что она нам подготовила на 17 апреля. Четверг в Архангельской области. Котлос. Небо затянуто тучами и плюс 3 на протяжении дня. Возможен дождь. В Плесецке плюс 6. Облачно и без осадков. Вельск плюс 7. Утром возможен снег. Ну и как говорил один малоизвестный персонаж, Ну джип-то у меня в Москве, А мы вроде как в другом культурном городе. И поэтому о погоде в Архангельске. Утром 17 апреля плюс 3 на термометрах. Небо ясное и южный слабый ветер. Днем небо хмурится, но никак не влияет на температуру воздуха плюс 8. И снова ясные архангельские ночи Дарят нам прекрасный вид на безоблачное небо И отметочка на термометре плюс 2. И этой весной пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня этой ночью. Ну а впрочем... Увидимся на телеканале ПС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин